В Владивостоке в Большом зале Приморского краевого драматического театра имени Горького прошла 29-я церемония вручения премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Пресежника. Эта премия до сих пор живет и значит это показательно, что она востребована, а самое главное, благодаря этой премии мы можем выделить, поощрить талантливых театральных метров и начинающих, и режиссеров, и актеров. И я думаю, что этой премии еще жить долгие-долгие годы. Сама премия имени Андрея Пресежника одна. Это серебряный медальон, на котором выбит автограф народного артиста. За эти годы он стал своего рода театральным Оскаром, который получает только один человек. Актер, режиссер, композитор, художник или любой другой театральный деятель. Так в 2020 году его получил артист театра имени Горького Валентин Запорожец. Это безумно приятно. Это очень здорово, очень ответственно. Это рождает в тебе желание работать еще лучше и добиваться высот, продолжать добиваться высот и продолжать стараться не останавливаться в своем развитии и выходить на сцену, все время удивляя, поражая, восхищая, радуя зрителя. Все же мы делаем для них. Но в то же время в рамках премии ежегодно вручаются награды в разных номинациях. Лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшая режиссура, лучший дебют и так далее. Получить награду – это значит получить признание профессионального сообщества. В этом году победительницей в номинации «Лучшая женская роль сезона» стала Валерия Запорожец за роль Марианны в спектакле «Сцены супружеской жизни». Незадолго до начала мероприятия нам удалось с ней пообщаться. Вы верите в победу? Я надеюсь. Но по крайней мере с номинантами, те, кто уже будет в этой категории, уже приятно быть лучшим. Также театр имени Горького стал лауреатом премии в номинациях «Лучшая режиссура», художественный руководитель театра «Народный артист России», лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звенятский победил за спектакли «В джазе только девушки» и «Сцены супружеской жизни». За этот же спектакль Сергей Скорнецкий стал лауреатом в номинации «Лучшая сценография» и почетную премию за честь и достоинство получил заслуженный артист России Сергей Миллер. У нас много театров, у нас много артистов, и мы, знаете, мы чего-то заслужили, не только премию «Высю Жлюка». В этом году на серебряный медальон претендовали артисты шести театров. Обладателем главной награды и гран-при 2022 года по единогласному решению жюри стала Наталья Староженко. Сценограф и художник по костюмам к спектаклю «Королева Гвендолин» Приморского театра молодежи. Анна Дьякова, Наталья Фадеева, Олег Завялов. Новости на восьмом.